Итак, чем меньше времени остается до Нового года, тем длиннее становятся очереди в магазинах. По традиции, закупочный ажиотаж приходится именно на эти дни. Белорусы на праздничный стол не скупятся. Величину среднего новогоднего чека выясняла Татьяна Ревизори. Полки пустеют, корзины тяжелеют, а праздничному столу впору пожелать запаса прочности. Выбираю я красную рыбу. Вот мы все любим ее и будем много кушать. Вот так как год петуха преобладает яркие цвета, солнечные, красные. Фух, я не знаю. Будет оливье, будет несуас и рыба какая-нибудь под соусом. У нас будет аксёстр заморский, но Новый год можно и не поскупиться. Купить красивую рыбку, чтобы было разносное настроение. Она будет красивая, такая оранжененькая, закопченная. Вот уже слюнки текут. На новогоднем застолье и подарках экономить не принято. Стройными рядами кассам выстроились тележки. К вечеру ажиотаж становится сильнее. Чтобы минимизировать традиционные очереди, магазин выводят всех кассиров. Работы действительно много, ведь на лентах яблоку упасть негде. Момент истины наступает при расчете. И здесь уже не столь важно, совпадут ли ожидания и реальность на 100%. Всё-таки Новый год. 165 рублей. Миллион 100. 120 рублей. А, 111 рублей. Так, 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 так. Чек 150 рублей. Чек такой километровый у вас довольно. Ну, разного всего много. 52 рубля 70 копеек. До закупки получается. Тем временем магазины готовы озвучить свою статистику. В сезон больших закупок едва ли не каждый оптовик зарабатывает много. Средний чек вырос, конечно же, где-то процентов на 20-25. Уже с самого утра как-то люди ходили со списками, целенаправленно. Впрочем, ещё не вечер. Тем более, что работа магазинов предпраздничные дни продлена по всей стране. Ассортимент большой. Дефицит только парковочных мест на стоянках. Татьяна Ревизория, Антон Филанович, телекомпания СТВ. Продолжение следует...